Всем привет! Сегодня просто такой, наверное, влог будет, может и не влог. Мне приехала посылка золотого яблока, но там моя SPF, поэтому я решила просто в отдельный влог засунуть его в какой-то момент. Выложу это видео, когда у меня наберётся какое-то количество роликов, куда я могу всё смонтировать вместе и выложить, как отдельный влог. Я заказала ту же самую SPF, которая от Дальбы, которая у меня. Та же самая зелёная Дальба. Никто не вскрывал, ничто не вскрыто. Дальба даёт сияние. Вот та же самая Дальба. Я просто боюсь переходить на новые солнцезащитки, потому что я не знаю, как у меня отреагирует кожа. Вот, поэтому если есть SPF, которую мой организм любит, моя кожа, то, в принципе, буду покупать одно и то же. Нет смысла пробовать что-то новое. Крем для чувствительной кожи. Как раз таки. В общем, ребят, привет. Сейчас новый день, новая распаковка. Мне приехало ещё кое-что. Коробка только, конечно, уже вскрытая. Она такая маленькая оказалась. Я думала, что она будет побольше, но она такая малюточка, в общем. Я заказала гидрофильное масло и умывалку. Сейчас заценим с вами. Я заказала пенку для умывания от Icon Skin. Очищающая пенка для умывания. Ideal Balance. Тут написано, что она мягко очищает, растворяет клетки эпидермиса и снимает их, улучшает обменные процессы, выравнивает тон кожи и осветляет чёрные точки. Всё супер. Подходит для ежедневного применения в течение всего года, но при усилении чувствительности кожи использовать пенку 2-3 раза в неделю. Что значит при усилении чувствительности? Мне просто страшно, что она не подойдёт к моей коже. Я не знаю, что мы с этим делать. Если она мне не подойдёт, то это будет очень обидно. Ладно, будем проверять, в общем. Просто тут, знаете, в составе написано, что очень много всяких кислот. Миндальная, молочная, янтарная, яблочная, лимонная, винная. В общем, мне страшно. Ладно, будем проверять. И я заказала гидрофильное масло от The Act. The Act. Не знаю, почему-то в гидрофильном масле я на 100% уверена, что оно подойдёт к моей коже. Не знаю, почему. А вот насчёт пенки я глубоко сомневаюсь. Такая вот коробочка. Вай. То есть, как будто на картинке это масло выглядело намного шире вот таким. А в реале оно такое... Сколько здесь объём, сейчас скажу. Здесь 110 мл. Ну, то есть оно... Его не сильно много так-то. То есть, я думала, оно будет пошире чуть-чуть. Но это мои ожидания. Поэтому это мои проблемы. Будем проверять тоже. Пахнет. И пахнет. Я пока не чувствую. Надо пробовать, надо тестить. Здесь может быть эхо. Плюс сзади полотенце моё. Я, кстати, пользуюсь бумажными полотенцами. То есть, я отрезаю себе, отрываю кусочек и потом им лицо вытираю. Начинаем с гидрофильного масла. Блин, я даже не знаю, как его использовать. Короче, набиваем, да? А, так, набиваем. О, во. Я, походу, не поняла, как им пользоваться. Блядь. Второй раз. Там написано, сухими руками надо было. Блядь. То ли, я не понимаю, как им пользоваться, честно. Я, вроде, стараюсь, но что-то как-то... Либо прям растирать надо. Так и должно быть, да? Просто оно прям такое жирное, и оно как будто не распенивается вообще. Я даже не знаю, как вообще им пользоваться. Ладно, окей. Давайте попробуем пенку. Запах, знаете... Запах... Да, кот! Запах крема какого-то. Да. Ребят, я могу сказать, что пенка для умывания мне очень понравилась. У неё очень приятный запах. Очень приятная какая-то консистенция, консиденция. Она какая-то мягкая, то есть она не щипет ничего. А вот как раз-таки гидрофильное масло, я не поняла. То есть оно вообще не пенилось, оно вроде не... Я не знаю, должно ли оно пениться или что, но оно вообще у меня глаза не смывало. У меня вообще глаза не смыты, блин. Так и должно быть, скажите мне. Я... Я... Блядь. Сука в глаз попало, блядь. В общем, я в танке, я не знаю, как пользоваться гидрофильным маслом. Я видела рекламу у блогеров, как они пользуются маслом, они его так нахваливали, но я что-то как-то не поняла прикола. Ну, в общем, все готово. Пока что первые впечатления. Да там уже и не первые, там уже и вторые впечатления. В общем, сначала мне не понравилась пенка, потом, когда я ее попробовала, она оказалась мягкой. Кожа так приятна, ничего не щипит. А гидрофильное масло я пока не поняла, как пользоваться, поэтому пишите в комментариях, кто знает, нравится ли вам это масло. Кот сзади слет на заднем фоне. Вот, поэтому, как бы, всем пока всем. В общем, сегодня я попробую дать шанс второй гидрофильного масла. Не знаю, получится или нет. Ребятки, ребятки, сейчас будет дубль два, проверяем это масло. В этот раз я поведу себя намного мудрее и сделаю все на сухие руки, как это говорится, вот здесь. И еще я на 2-3 минуты его оставлю, чтобы оно впиталось и вот все смылось. Берем. Дозатор, кстати, не очень. Он такой легко, как будто сломается. Стираем. Оно такое вязкое, жирное, прям непривычная консистенция. Ведь не открыть глаза, не посмотреть, блин. Ладно, смываем. Вай. Оно... Оно реально сработало, кстати. То есть надо 2-3 минуты прям втирать его и только потом смывать. Я зря вчера материлась на это масло. Если вы готовы 2-3 минуты ждать, втирать это все, то в принципе окей. Просто мне с мицелляркой намного быстрее это сделать. То есть все-таки надо знать правильное использование этого продукта, так сказать. Дальше свой обычный уход у меня идет. В общем, смотрите. Правильное пользование гидрофильным маслом. Берете на сухие руки, на сухое лицо, втираете прям вот так 2-3 минуты и только потом смываете. Я надеюсь, вам было полезно. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пишите вопросы свои. Я отвечу в следующем видео. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok